всем привет продолжим наш прямой наш вчерашний получилось подключить раньше плохо спала как не знала кто так я вчера уже увидела наверное вот этот листик я что-то сделал хотя он ну реально светленький но бумага уже немножко рвется поэтому оставим уже как есть но посветлее до максимально что осветлили вам так первый слой вчера мы начали здесь первый слой да сделали спасибо большое за ваши сердечки то есть пер мы перейдем уже на второй так то бросается в глаза да мы здесь на часть там больше сиреневого то есть мы берем наш кармин чуть-чуть сиреневого фиолетово-розового там светлых самых розовый пион розовый мы добавляли неоновую розовую бандик розовый был такой немножко грязный как у нас был лак синий вот и ну вот места чтобы чтобы он не был у нас каким-то да вот чтобы все равно но было такое да вот чтобы все равно но было такое но опять процессе рисования тенка поэтому да у нас вот это коричневый розового а я не не показала что еще у нас в цвете пионовая добавим чтобы добавить не но таки неоновый розовый потому что вот эта часть она все давайте коричь эту часть краюшки мы как всегда оставляем и берем краску не концентрированную более разбавленную то что у нас бумага 100 процентов блокнот леонардо поэтому приходится работать не дает расплытия и смотришь у него прав более такая фиолет да с той стороны как и сверху но уже и и все остальное у нас в принципе такого же цвета от границ и до белого на там уже идет в и кисточку мою и дальше уже ну вот пока у нас до такого главное уже увидеть пиончик чтобы понять что мы одним словом все я закрашиваю то есть мы кончик везде оставь мы все равно делаем розовенькой да если я тихо говорю напишите я просто это аж говорю какая то позже смогла подключиться нарисовать такой какой нибудь чтобы мы это не всегда делаем то есть это ну как бы неправильно да подходом то то их не нужно рисовать это больше к каким-то ходят я смотрю что у нас так что тут такое ну вот это у нас был листик ну немножко я перед есть у нас розовый лист 1 и 2 но получается он фиолетовый синий где-то вижу вот внутренняя часть где-то в глубине да дальше опять таки и вмешиваем уже на более розовые оттенки постепенно какая-то из вот левая часть допустим она будет быть чуть-чуть с розовинкой ну дальние он уже уходит переплет поэтому там особо не видно где ну так сказать для это и там можно его наш фиолетовый он даже синенький все таки розы розовенький вот такой он дальний цветок я посмотрела и он достаточно еще яркий особенно вот это дальние я его сделала потемнее и нашу я водичкой чтобы у нас вот здесь у нас какой-то листик он дальний край каким-то таким темным они у нас видите все вот эти границу поэтому мы подмешиваем тачневый пурпурный ой карминовый чуть-чуть краешек темняем первый слой и вот здесь можно тоже чуть-чуть добавить в листик мы сразу нарисовали а вот сейчас уже кое-где и остальная часть это чистый пион можно потом можно всегда на синий оттенок да этот листик лепесточек пионовым тем темнее сделаю вот эту часть давайте все-таки розовенькой еще добавим и вот хочется ее поярче сейчас такой хороший цвет получился каждый раз не получается один в один делать всегда цвет очкой размыли вот пос смотришь на пион смотришь с той стороны темный с левой стороны и бутончик так см беру наверно так это у нас розовый так сначала беру наш пиончик и по очереди начинаю вот допустим края он у нас идет в принципе даже можно сразу два я беру всегда на первый слой работы не концентрирован они даже просят наоборот какой-то я вот пионы они такие все воздушные легкие тоненькие и скорее всего контрастными даже они я только какие-то детали пройду вторым слоем а основной с розовенькой вот так нарисую вот и он здесь почему-то вот на этом пионе мне так кажется да тут такими полосочками но я не буду так конечно рисовать это тоже от всех остальных пионов но правда я его вижу как вот вот но немножко ему поможем да сразу видим лоза поэтому с не побалуешься и не дал это уметь потому что время такое просит экономии так а правый у нас край вроде бы яркий но коричневого если сейчас получится моего чуть-чуть наверное слишком много коричневого взяла добавить давайте свою ошибку синий лак чуть-чуть да там что-то какая-то прилипла здесь здесь на это и про более холодный идет сейчас во время что в в и под вот я тянуть и в и в и и коричневости, да, вот она подходит вот в тень сюда, слоем это добавлять, потому что сейчас правый край темный, да, вот здесь у нас был правый край темный, и здесь у нас темный, и вот эта тень темная от лепестка, ну, повторюсь, что это нам не захочет у нас ну, как остаться, да, будет зеленый, где у нас дальше? Вожу дальше мой розовый пион, не думаю, вот честно, я еще по ошибке купила два цвета, один раз что-то в один, покупала, так, здесь у нас будет низ розового поэтому прошу в беспорядочном таком вон, остальное немножко протягиваю особенно кверху водой, можно розовый даже добавить, затенять, 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 давайте пройдемся еще по какому-то листу, немножко в стороне, вот этот, он у нас более холодный, не так ярко, но не так ярко, слишком тихо, нужно исправить, нужно исправить, вот такой листик в глубине черным, на одном бутончику будет темный, в центре еще карминова подмешать с коричневым, розовую не пачкать максимально, но нам сейчас пригодится, мы ждем, когда вот этот листик у нас подсохнет, добавляем она у нас такая однотонная, и отсутствует этот цвет, мы поэтому пока это все так немножко водянисто, поэтому добавить концентрацию, если захочется, вот, сначала все-таки двигаемся плавно, без резких движений, нарисовали, все, дальше синим, темный кармин, 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 вот сюда, чуть-чуть коричневый, или фиолетовый, вот сюда, и у нас уже как-то недорисованный пион, он у нас уже сразу, мы его видим, можно заканчивать, да? Так, у нас подсох этот, разваливаемся, отсюда, кстати, немножко синий, прям какие-то, я делаю рисуночек, можно затемнить, пробежать, пробежать, там, где у нас идет несколько каких-то полосочек, вот эта часть, она более белая, поэтому мы можем цвета, и у нас листик выпуклый, хочу добавить еще синего, просто придется дать, она у него синенькая, так, далее, налево, левый, он такой, ну давайте мы осмотрим, думаю, пионистую, да, то есть мы практически, самый нейтральный цвет, нету там никакого цвета, там нету края белого, поэтому я все закрашиваю, закрасили один, он уже идет вверх осветленный, поэтому часть можем зарисовать, как мы проводим, делаем, один нарисовали листик, и все, и раз смотрим, лепесток, глушить, либо синего, либо фиолетового, давайте попробуем сначала, пойдет, 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 фиолетовенького будет, ну вообще вот эта часть, даже, наверное, больше синенького, достаточно такой яркий, поэтому мы сейчас будем, так, какие-то полосочки там можно, здесь у нас как-то, здесь мы еще раз добавим, а здесь у нас все свиньи, у нас больше особо и нету, пионистого, у нас тут водичка разбежалась, давайте справимся, пионистый лепесток, кверху он у нас будет почти белым, запитывается, тут практически, либо полусухой кисточкой, приходится рисовать, либо каждый раз, немножко дольше ждешь, если ты все-таки остался, к мокрому, то приходится, розовый пио, розовый, розовить побольше, под листиком будет темно, розовый нарисовать, там не видно, не угадала, да, здесь должно было, но я испугалась, вроде как некуда, добавлю, и вот эту часть я еще раз пройду, нет, вот верхняя часть, отдаленная, она, а вот та, что к нам, где-то водичка сползла, так, можно яркость добавить, у нас еще остался вот этот листик, я его просто жду, попробуем, у него получается темный, все-таки в углу, пока вода, листиком будет тень, мы сейчас посмотрим, здесь видно, тоже, листика, на цветок, а это, видимо, лист, оттачивается вот так вот, и вот, на цветок, так, у нас здесь, кстати, темноту можно будет добавить, но ее добавлять вторым слоем, сейчас у нас все подсыхает, режим, добавлять эти все контрасты, которые у нас получилось сделать, так, еще раз, да, тут в тень мы добавим, вот такой потемнее, сейчас какой у меня здесь цвет, здесь у меня каичневый, есть еще, да, вот здесь можно добавить чуть-чуть, пусть оно, цинтик, и более светлый розовый, добавляем, от края, сейчас уберем лишнюю воду, от края, беленьким, от края, вот, от, он потемнее, а на краю он белый, на коричневости хочется добавить, здесь край листа, он темный, давайте мы еще розовый, вот этот листик нарисуем, вот этот, в нашу кашицу, добавим розовости, и, для концентрировано, мы проведем, достаточно, потом мы уже посмотрим, да, угадали мы или нет, остальное мы возьмем, у нас все равно будет беленьким, но, и под, под самим вот этим изгибом, чтобы мы его видели, да, можем присмотреться, мы увидим, что там есть какой-то такой, более, фиолетовый, сиреневый, коричневый, то есть, но сейчас у нас сыро, не рисует кисточка, темную такую границу, чтобы у нас видно было, что он загибается, что, можно сейчас, секундочку, я пока кисточки эти не трогаю, там с краской, добавлю, один зеленый листик, который я сразу, вот эту часть, а то он немножко отталкивается, и в принципе у нас будет темненький, просто таким цветом, как всегда водичкой, потом водичкой, водичкой, пока так, по краю тоже можно добавить, это у меня белка, кипелку, не знаю, как ей даже рисовать, ну вот он, да, сейчас свет попробую включить, не знаю, свет, можно чуть ближе добавить, литра, что, знаете, можно пройти, высохнет, на каком, темно-каком, и вот здесь, контур, и здесь, вот как раз, такой, виден, небольшой рисунок, какие-то, и сейчас мы их размоем, смягчаем, вроде, есть полосочки, красные, да, вот такие, менее, тем не менее, вот здесь тоже видно, уголок такой, ну и пусть, вот, яркий достаточно, здесь мы добавим, вот этот краюшек, мы его чуть-чуть растянем, был как бы, не прорисовали, поэтому, я его так еще немножко, провязываю, так, сейчас пару листиков подрисую, еще как бы, вторым слоем проходить пионы, но мы будем, то есть, все остальное мы оставим, я увидела, что они, листик, да, вот с этой части, где-то вот здесь, и вверх идет, светлый, левую часть просится, да, и по красно-бордовому, да, и вот немного, есть все-таки прелесть, когда ты рисуешь по мокрым, я сейчас рисую, прям, то нарисованному, и ведет краска, она кое-где, и вот это, да, вот тебе листик, темноту какую-то потом, внизу тоже уходит, но это, он частично его видно, вот эту часть мы не закрасили, темно-зеленый, чуть-чуть корень, глушим, да, сажаем, цвет, и, здесь у меня вот это нарисовали, и, так как у нас это первый слой, да, я водичкой прям делаю, не концентрировал, и тоже стараемся, вот этих, вот этих, знаете, как маркером рисуешь, и, максимально быстро прошли, сразу же сравниваем, где у нас какие-то переходики видны, я оставила, под эти, поджимы, так, видите, понятно, там, листика, чтобы у нас как-то заполнился фон. Их прорисую. И тогда перейдем уже ко второму. И если останется время, то мы еще фон нарисуем. Трык-трык-трык. Что-то тут. А, вот этот, это вот. Как-то куда-то идет. Непонятно. Даже не видно, какой лист, куда. Скопище листьев. И еще. Вниз вижу, но не понимаю. Что-то будет понятно. Потому что здесь... Идет, наверное. Вот, наверное, это как-то так идет. Как-то так, да? Похоже. Вот. Теперь давайте... У нас сюрприза не было на цветах. Салфетку, либо ватку кому-то... Он еще дает... Вторая кисточка. Что у нас? Селеный. Чтоб не было сюрпризов. Где что мы хотим... Спасибо, спасибо. Глубокие места. И если где просится какой-то курс, то, что мы хотим... Более яркая глубина. Это будет... Коричневый. Карминовый. Коричневый. Он более синюшный. Красненького. Чуть-чуть красненького. Я имею тут розового, да? Такого более яркого. И чуть-чуть сухой кисточкой, либо это... Можно сразу посмотреть, где у нас похожий цвет. Чуть-чуть коричневый. Приглушила чуть-чуть. Киданчик такой. Давайте какой-нибудь поярче все-таки. Так, где у нас похожий цвет? Обязательно. Остальное кверху. Переход. Ярче. Много яркостей при этом. Придется как-то так. Давайте все-таки поаккуратнее. В первой части здесь больше каких-то контрастов. Вот с этой частью. Давайте чуть-чуть добавим синего лака. Всегда говорю чуть-чуть, а у меня... Чуть. Там у нас пион подмешался. Поросец. Давайте мы вот... Уберу яркость, потому что... И остальное... Да, чтобы такое было ощущение... Уходов размыли водички. Дальше вот эта часть более розовенькая. И я хочу добавить сюда розовеньки. Верхний бутон у нас... Компиона. Какие-то складочки. Особо и не вижу, поэтому... Так и рисуем. Ярко. Вот. Круглость. Должим... Видишь? Видишь? Вот в эту часть. И чуть-чуть с водичкой. Видно? Я их даже не прорисовала. Они там что-то сухое. Вот этот лист тоже непонятный. Он сливает... Он практически белый идет. В этих цветах не знаю. Некрасивый лист. Портит. Вот здесь тоже потемнее. Чтобы у нас пиончик был... Понятным. Темнота. Ну вот край мне не нравится. Давайте мы... Немножко... И чуть-чуть добавим какой-то... Как ни странно. Как ни странно. Да, вот тут-туту-туту... Загибается в пион. Да, вот так вот чуть-чуть. А то совсем какой-то листик был не козявый. Дальше. Просится где-то глубже. Я боюсь добавить слизь лишней яркой. Но сразу водичкой. Дальше. Где у нас есть чу? Я бы нарисовала вот такие лук. Они и так делают цветок более натуральным. Немного совсем синие. Но они светлые. Что с них? Вот в этой части у нас есть полосочки. Лук у нас... Пойдет... Тоже можно ее... Водичкой где-то... Непонятность. Непонятность. Давайте чуть-чуть синевые добавим здесь. В изгиб. Тени. Где у нас есть еще такой? Вот здесь можно тоже черточками. Но их нет. Помешает какая-то тень здесь тоже. А вот эта глубина. Холодная. Синяя. Будет ее... У нас тоже холодная. Да. Теперь у нас просится куда... Что-то... Наверное, вот эту тень. Вот эту тень. Смотри. И вот туда поярче. Ну, придется химичить, потому что прям... Картинка просит, да, чтобы у нас со всех сторон на одинаковом... был бы... Сейчас синенького, наверное... он более здесь более розовый это вот эту часть затем как-то совсем так окружен одинаково получился вот здесь мы углубим часть углубим или как смотрим шею 9 чуть подрисываем полосочек полосочек так лучше здесь можно так здесь есть чуть-чуть получается от правого края и вот везде от белого чуть-чуть чуть-чуть и вроде как там ничего особого не видно но здесь у нас есть контур нету здесь можно темноту да но тут контура нету этого листочка рисовать слева не видно слева только вот это то есть вот это что справа нарисовали не был похож на какой-то там шар что бывает когда рисунок рисуют а потом гелевые ручки немножко другой манер рис не под реальность это не под реальность часть у нас какого цвета 3 должна быть синюшной только непонятно к какому листику она относит да что то похоже давайте все таки мы добавим я это не люблю но бросить вот на этом листики кое-какие то все в в в в в водичкой чуть-чуть пройдемся если успеем если захотим и потом еще добавим пока так такие на холодные с синим смешанный вот хочется добавить можем есть добавить чуть и мы подчерк формы пока мы не портим кто смотрит так вот эту нижнюю часть чуть-чуть под и водичкой пройдусь она слишком где у нас есть еще шорт черточки на передней частью от прорисуем такие светленькие светленькие водянистые вот эта часть тоже есть есть более а вот эти вот видите интересно срисуем так синий 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 стенком тень а вот когда в первый раз мы как-то то есть он как-то в процессе смотришь и подрисовываешь дальше тоже тоже потемнее чуть-чуть водичка дальние тоже можно подрисовать чуть-чуть понятны и чуть-чуть где у нас не видится тут то все понятно и понятно закругляется ладно здесь еще раз добавить парус-парус чтобы его увидеть мы чуть-чуть там нету ничего чуть-чуть чуть-чуть и вот сюда тоже и и когда вот рисуешь вот в таком стиле да плавно весь листик прорисуешь и всегда есть возможность исправить вот это белая полоска пропустить оттуда от краю рисуем розовым пионом тоже будет беленький и тогда под этим листом но не сильно карминовый чуть-чуть чуть-чуть его так видно его стало да куда вот эта часть чуть-чуть убрать рисуется как-то сейчас объясню это нельзя а темнота уходила вверх то получался какой-то квадратный пион да длинные полоски тут можно так сделать здесь тут посмотрим чтобы его портить добавим там к финишу да чего-нибудь и в процессе уходила уходила вверх всегда есть риск испортить давайте по краю есть тень плетень потом мы уже справа чуть-чуть уже даже синим просто провести синим под разбавленной вот эту часть потом вот этот правый у вы заметили на доработку здесь коричневый будет и правая часть у нас такая холодная синяя раз сюда вернулись теперь вернулись к розовому добавить только бы не купить не ухудшить тот результат который у нас есть все равно интересно почему именно дальний пион у нас ближние рисованный а дальние у нас все не прорисованы а тут у нас как-то ты-ты-ты-ты-ты здесь я говорила почти черный будет тут синий синюшный синий как-то вот так Смотрим здесь, может быть, тени под бутончиком. Здесь можно нарисовать. Давно уже более холодный. Изобразить более синие. Не злоупотреблять. Здесь идет... Я уже сама сочиняю. Будет... Ну вот какой-то он. Сгладить переход. От ярких полосок. Сгладить... Сгладить пол этим. Подтикнуть. Сгладить. В. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...